Перед началом соревнований вынос флага и герба Казахстаном. Сегодня здесь царят несовместимые с юностью дисциплина и тишина. Участники военно-патриотического клуба Батырлар из Утарарского района настроены решительно. Благодаря командному духу Батыры намерены выйти в финал. Каждый мужчина должен, по моему мнению, уже с пеленок быть мужественным. Каждый сын своей страны обязан защищать Родину, быть патриотом. Здесь мы этому и учимся. Во время соревнований будущие бойцы должны показать мастерство владения оружием, пройти полосу препятствий, показать физическую подготовку. Но и самое главное – это военная выправка и дисциплина. Именно наши ребята в прошлом году показали хорошее достижение. По отдельным видам, по трем видам спорта они заняли призерские места. Значит, первые, вторые, третьи места заняли. Здесь же на стадионе проходит выставка оружия, снаряжения и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Банки, пули, каски – все это долгие годы собирали сами школьники области. А это выставка роботов, моделей, военной техники и дронов. Новый конкурс, введенный в этом году, направлен на обновление технических возможностей армии и позволяет воспитанникам клубов попробовать свои силы в современной робототехнике. Юные техники собирают непростых электронных помощников. Будущее за боевыми роботами, говорят изобретатели. Это страшно, когда людям приходится брать в руки оружие. Я хочу, чтобы роботы умирали на поле боя, а не люди. Я думаю, что мой робот в будущем будет полезен. В итоге первое место заняла команда из Тулебийского района, второе место – арыские ребята и третье место забрали кентауцы. Обладатели призовых мест отправятся на республиканские военно-патриотические соревнования Айбын в Караганду. Шудин Саидов, Талхат Абдинабиев, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Отрар».